Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания. Здорово! С вами снова Андрей Скутрец. На Альфе. Дальняк в Крым. Какая-то серия. Меньше чем через неделю нам выезжать в Крым. И с каждым днем мне становится все хуже и хуже. От той мысли, что мне предстоит добраться до туда вот на этом. Втроем долбанный стыд! Каждый день мы общаемся с разными людьми. С байкерами, не с байкерами, с обычными людьми. Когда мы им говорим, что едем вот на таком агрегате втроем в Крым, у всех одна реакция. Вы что, дауны долбанные, что ли? Либо просто люди замолкают, разворачиваются и уходят. Особенно байкеры, когда понимают, что это такое. Я услышал ругань, где пришел. Ты живой? А, Лех! А он живой, оказывается. Смотрите, он рукой двигает. Он уже катался. А что у тебя с ключицей? Что, поправили тебе спину? Нормально останки? Да, зажевать маленько. Останка не поправилась. Короче, Лех, ты едешь с нами, да? Да. Официально Леха отвечает. Едет с нами в Крым. Наша команда в сборе, наша команда готова. Я, Лоха Шум и Дмит оператор едем втроем на этой бричечке в Крым. На-ка, на-ка. Чтобы изо рта не воняло. Спасибо, Лел. Чтобы изо рта не воняло. Самое то, чтобы зрителям не перебивал аппетит. Да. Не воняет вам? Нормально все? Ну, а теперь перейдем к теме видео. Что сегодня нас ждет? Вообще, самое интересное, это то, что нас завтра ждет. Мы уезжаем в воскресенье рано-рано утром в Крым. Сегодня уже вторник. На Альфе до сих пор нет номеров. Мы не смогли поставить ее на учет. А все, почему? Да потому что я поставил сюда кастомный тюнинговый выхлоп. И когда господин полицейский его увидел, сразу сказал, мальчик, иди гуляй отсюда. А когда я ему сказал, что мы поедем на ней втроем в Крым, он мне ответил. Тогда я вообще тебя не зарегистрирую, даже с нормальным глушителем, чтобы вы остались живые хотя бы. Ну, и тут я понял, что у нас возникла проблема. Потому что так Альфу на учет не поставить. А старый глушитель мы зачем-то взяли и продырявили вот так. Теперь он пердит еще громче, чем вот этот вот прямоток сраный. Поэтому с этим глушителем тоже не вариант ехать и регистрироваться. И поэтому мы написали подписчикам, кинули клич, и они ответили. И мы вот такой вот глушитель забрали у одного товарища. И теперь мы сможем поставить его на Альфочку. Хромпакет целый, можно даже лизнуть. И поставить ее на учет, в общем. Но тут появилась еще одна проблемка после того, как мы сравнили эти два глушителя. Если внимательно приглядеться сюда, то видно, что вот этот глушитель немножко меньше по диаметру, чем вот этот. А все почему? Да потому что этот глушак, наверное, от 50 Альфы, а этот от 110. И разница просто колоссальная. С этим глушителем он ехать вообще не будет, потому что дупол супер маленький. Ну и по всему поэтому наша главная задача зарегистрировать этот байк завтра. Если нас вообще примут на нем. Потому что я ни разу не видел Альфа на учете. И после этого скинуть этот глушитель и поставить, либо обратно вот этот прямоток колхозный. Но тут возникает еще проблема. Он слишком низкий, и на полицейских втроем точно будет цеплять. И мы до Крыма, ну, сто пудов его где-нибудь да потеряем. А если поставить вот этот глушитель, то он будет орать дико, потому что мы его заколхозили. Не знаю зачем, наверное, были под алкашкой. Поэтому я думаю, что можно сделать. Поставить ее на учет, а потом уже рискнуть. Коли эти оба глушителя нам не подходят, попробуйте раскурочить вот этот. И вот эту вот заглушку поставить сюда. Может быть как-то получится у нас ее выпрессовать отсюда. Тогда у нас получится обратно оригинальный глушитель, который будет тихо пердеть, и Альфа с ним нормально едет на самом деле. Вот с этим она едет нифига не лучше. Короче, что-то надо думать с глушителями и ставить ее на учет. Вот такая супер кастомная стереосистема у нас стоит на мопеде. С флейтой, чтобы пердело потише. Дупло больше делать смысла нет, мопед не валит, а орет дико. И газового подпора нет, мотор выдохнется еще быстрее, насколько я понимаю. Вот так прекрасно его заколхозили, чудо-сварка. Андрей опять свои навыки здесь проявил. Ну даже с баллоном, да, все как полагается, но все равно как-то присирается. Надо было, наверное, помощнее силу тока сделать, чтобы провар был хороший. Но тут-то мы все обчесали и получилось более-менее красиво. Так, короче, план у нас такой. Мы тут немножко поковырялись и поняли, что нужно менять планы. Короче, завтра едем ставиться на учет с тем глушителем. Но он не подходит к Альфе совсем. Все почему? Потому что, во-первых, у него дупло тоньше, значит Альфа не будет с ним ехать совершенно. Во-вторых, у этого глушителя здесь есть изгиб. Вот так он идет, неровно. А тот глушитель идет ровно. И, блин, я, конечно, в шоке от того, что у Альф столько разновидностей. В общем, он упирается в подножки, он упирается в тормоз, он не одевается на второе крепление. Это полный капсдец. Нам нужно сейчас только поставить его, кое-как доехать, чтобы не было видно, что он какой-то колхозный, а он не выглядит как колхозный. Лишь бы тормоз нажимался, похрен на то, что подножку упирается, проехать, грубо говоря, 2 километра. После этого, если мы ставимся на учет, чтобы поехать по-человечьи, мы берем, распиливаем оба этих глушителя вот в этом месте и свариваем вот эту приемную трубу с тем глушителем. У нас получается профит. Целая банка, и при этом она будет вставать нормально. И поедем тихо пердячим паром до Крыма. Действуем так. Отстой, ребята. Полный отстой. Во-первых, у нас вот здесь все не сходится, об этом я уже сказал, упирается, все здесь гремит, но при этом еще мы только что затянули, охренительно затянули этот глушитель, прям, ну, вы поняли, приемную трубу притянули к головке. И послушайте, как он сейчас работает. Прям хочется отрыгнуть пивной отрыжкой. Короче, почему-то не прилегает вот эта вот приемная труба, прорываются газы, либо надо мутить какую-то колхозную прокладку, хотя на Альфах я их не видел ни разу, либо все-таки мы прямо сейчас распиливаем об глушителя, свариваем их вместе аккуратненько и ставимся на учет. Ну, мы решили тут поварить немного. Правда, у нас закончился газ, но это ничего страшного, поварили без газа, получилось что-то вот такое вот. Небольшой такой солидный шов от Андрея до Унца. Вот, думаю, глушитель будет держаться, все разметили, поэтому, думаю, он даже теперь подойдет к Альфе, надеюсь на это. Ну, я пару раз маркером черканул там, то есть должен по форме подойти теперь. Замеряем в режиме онлайн, ну-качки, так, прислоним малеха, малеха вот сюда прислоним и, о чудо, кажется, он встанет. Только здесь нужна будет небольшая проставка, потому что вот это ухо на старом глушителе сделано с краю, а тут посередине. И я думаю, мопед поедет. Ну, чё, глушитель выглядит прям как родной, как влитой, весь хромированный. Накладку поставили, как будто он целиком хромированный, а то та часть-то у нас черная идет. Ну, вообще никак не докопаешься, никаких швов, ничего, осталось только запустить его и послушать, как будет пердеть. Не запускается? Опять кто-то первую передачу ваткнул, да что за моральные уроды? О, да! Газовый подпор! Родная, родная альпочка, ее звук! Правда, не прогретая немного? Не, ну все, это успех! Теперь у нас есть глушитель, с ним мы 100 пудов завтра поставимся на учет. Кстати, надо ехать снимать, кстати, да, когда мы будем ставить на учет. Там, наверное, не разрешат, но что-нибудь придумаем. Кстати, будешь снимать из тачки, как мы ставимся на учет, беспалево такой. Давай, давай. Номера на нее повесим и все, и продолжим тюнинг. А сейчас, после того, как мы заколхозили на нее глушитель, я думаю, нам нужно махнуть масло. Да и вообще, кроме масла, мы на этот байк уже затарились немножко запчастями для того, чтобы... Ну, вы понимаете, ехать в Крым это не жопу пососать у себя в селе. Поэтому запчастей нужно много. Взяли цепочку ЕК, какую-то там навороченную более-менее, которая переживет пять Альф. Взяли свечечку, ну это вообще у каждого должно быть. Взяли пару тросиков, потому что Альфа вся на тросиках. Если хоть один сдохнет, будет ехать некомфортно. Взяли четыре камеры в колеса, с запасом с небольшим. Надеюсь, мы их вообще не будем пробивать, потому что ненавижу бортировать резину. И взяли четыре литра масла Рипсол. Всем советую, для Альфы самое то. Рипсол, Ямалуб, КТМ, там и все такое. Тристовое ли эти в Альфы, тоже неплохое масло. Специально для нашей задачи купили масло 20В50. Потому что, когда мы будем стартовать в Крым, обещают плюс 30. В Крыму еще жарче. Ехать газ в пол, мопед греется, масло разжижается, поэтому нужно лить погуще. И сейчас мы его махнем как раз. Субтитры сделал DimaTorzok Мы только что немножко промодернизировали наш байк. Поставили на нулевичок, который идет вверх, сверху еще и кусок бутылки, для того, чтобы вода туда вообще не попала никаким макаром. Потому что, вроде бы как, фильтр идет наверх, сверху бачок должен все это закрывать. Но, увы, нет. Проходит дождь и куча воды собирается в карбюраторе. И после этого Альфа заводится, но при этом не газует, потому что забивает какие-то каналы водой. И все, это полный капсдец, ее продуваешь, и только тогда она начинает нормально работать. Чтобы решить эту проблему, мы просто одели сверху долбанную пластмассовую бутылку. Все это держится крепко, никуда не слетит, потому что упирается в раму. И все, воздух заходит снизу, получается вот такой вот лабиринт. Гениальная система. Также мы смазали только что родную старую цепочку. Не будем ее пока что менять, но мы возьмем просто с собой, потому что это не натянуто еще вообще. То есть тут тянуть ее есть куда, если она, конечно, у нас не порвется. Ну а так, в принципе, по байку, я думаю, все. Двигатель работает нормально. Масло залили, все протянули, все промазали. Блин, я даже не знаю, что еще можно с ним сделать, чтобы промодернизировать. Мне кажется, в принципе, готово. Теперь нам нужно приступать к модернизации люльки, которая должна вести шумая. И первым делом ее нужно прикрутить к мопеду и начинать замеры, для того, чтобы на саму коляску изготовить люльку и вообще приколхозить туда какое-то сидение.